Позвольте теперь передать слово представителю Ирландии. Господин председатель, хочу прежде всего выразить глубокие соболезнования народам и правительствам всех стран, пострадавших в этой трагедии, в особенности семьям невинных жертв. Ирландия сама помнит нашего гражданина на борту рейса MH17, и я хочу выразить соболезнования ее семье. Чуть больше года назад наш Совет, в дни после уничтожения рейса MH17, четко продемонстрировал, что все страны были затронуты этой трагедией. Мы единодушно приняли резолюцию 21.66. Это было выражением соболезнования, сочувствия по отношению к жертвам. Мы также потребовали достойного обращения с останками, проведения международного беспристрастного расследования. Мы потребовали, чтобы виновные предстали перед судом. Прошел год, мы приветствовали прогресс в определении и репатриации останков жертв и их имущества в создании эффективной профессиональной группы по расследованию под руководством международных экспертов. Единственная остающаяся задача – это создать независимый и беспристрастный механизм для того, чтобы виновные предстали перед правосудием. Мы недавно отмечали первую годовщину этой ужасной трагедии. Мы все помним ужасающие фотографии, место падения самолета, помним о тех, кто погибли. Мы вновь увидели этих людей на экранах телевизоров, в газетах. Резолюция 21.66 была направлена на то, чтобы виновные в этой трагедии не остались безнаказанными. Резолюция сегодняшняя была направлена на развитие тех целей, которые мы поставили в резолюцию 21.66. Хочу поблагодарить Австралию, Бельгию, Малайзию, Нидерландию и Украину за руководящую роль в внесении этого проекта резолюции. Трибунал такого типа был бы важным шагом в реализации готовности глобального сообщества создать транспарентный, эффективный, авторитетный механизм для обеспечения правосудия на независимой и беспристрастной основе. Создание такого трибунала сегодня до опубликования докладов о расследовании обеспечило бы, чтобы любые действия по итогам этих докладов не были бы политизированными. Совет безопасности создавал трибуналы в прошлом. Создание такого трибунала до завершения расследования не было бы аномалией или беспрецедентным шагом. Это было бы продолжением нашей установленной практики. Все другие аналогичные трибуналы после конфликтов в бывшей Югославии, в Руанде, в Ливане создавались до завершения соответствующих расследований. Господин председатель, мы островное государство. Ирландия хорошо понимает значение гражданской авиации. Через Дублин проходит второй по значению международный маршрут авиационный. Мы понимаем, что авиация необходима для связи, безопасности и процветания. Сможем ли мы защитить безопасность гражданской авиации, если безопасность в наших небесах будет подорвана из-за отсутствия наказания тех, кто виновен в этой трагедии? Безусловно, такая трагедия является угрозой международному миру и безопасности. Глобальное сообщество должно сделать все для создания единого, взаимно приемлемого, скоординированного механизма для реализации правосудия на независимой и беспространственной основе. Мы должны действовать с такой же решимостью и солидарностью, как мы поступили в дни после этой трагедии. Спасибо. Я благодарю представителей Ирландии за это заявление, говорит председатель.